Всем привет! С вами канал Иван Жданов. С вами её ведущий Иван Жданов. И сегодня я буду рассказывать про свои диски на болгарку и про тяги безопасности при работе с болгаркой. Также я вам покажу, как не надо работать болгаркой. Ни в коем случае не смотрите это новички. У меня есть видео, как работать с болгаркой надо. Вы на мой канал приходите, смотрите, и наберете, и там видите, как работа болгаркой есть. А я покажу, как не надо работать ушаем. Ну, на примере обычного полки садажа. А покажу быстренько, я покажу свои кружки. И покажу, почему они прозначены. Отрезанные круги. 115, 180, 25 миллиметров. Также есть 115, 125, 180, 150, 230. Продоначены для резких разных заготовок. Из стали, они синие. Из крема, гранита и камня. Они из данного цвета. Если шлифованы, я его сам сделал. Продоначены для использования болгарки. В качестве такого мини-нуждачка, который может шлифовать, полировать, зачищать. Чашеобразные щёточки. Продоначены для удаления краски со стен. Диски по штукатурке, шлифовальные, аптечные. Продоначены для шлифования стен, а также для снятия обоев, которые нам нужно снять. Если мы их насаживали утюгом горячим, чтобы они не отреплялись, а нам нужно поменять на новые обои, таким диском вы управитесь в момент. Ну, диск. Диски бывают разные. Есть самодельные диски по дереву. Отрезные диски. В общем, не скажу, какой он может. А этот можно использовать для риски больших труб. Я буду использовать для сантехники. Ну, тоже. В основном, ну, кто-то увлекает сантехника, сантехники. Таким можно большие трубы резать. Таким деревянные заготовки. А таким же трубатным всего. У меня вот сколько кругов. У меня очень много. Что всего у меня, сколько всего у меня размеров. 2,8, 10, 1,50, 2,25 и 1,15. Вот такие у меня диски. Сейчас я попробую показать и рассказать, как не надо работать болгаркой. Первый, самый разъявленный способ применения болгаркой. Но я не могу показать это использование на болгарку пильного, пильный, это когда мы на болгарку ставим диск по дереву. Ни в коем случае не используйте на болгарку диск по дереву, из-за высоких оборотов он нагревается и может провести травмы, а то и гибели. При использовании болгарку диск по дереву, вы подвергаете себя большой опасности. Такие диски не рассчитаны на высокие обороты. Это мне бумажную можно врезать, но я вас предупреждаю, новички не устанавливайте диски от циркуляровок. Второй, самая распространенная спустя на семя, это использование на болгарке без всяческой защиты. Ни в коем случае не используйте болгарку без всяческой защиты. При использовании болгарки без кожуха, а вы будете без средства индивидуальной защиты, вы подвергаете себя большой опасности. Образование диск может разлететься и выскочить вас, это очень опасно. Он может травмировать вам лицо. Третий, самый распространенный способ травмировать себя, это использование неправильной оснастки на болгарку. Например, 180 диск на 115 болгарку. Ни в коем случае не используйте большие круги для болгарки, не соответствуя кругов под подсказанием кожуха. Если при работе без кожуха вы подставляете себе большой опасности, круги диска, круги части круга могут разлететься в вас, могут построить людей. Будьте осторожны при работе с болгаркой. Не используйте защитные рукавицы или очки. Лучше всего использовать защитную маску на все лицо. Крепко держите инструмент двумя руками. Всегда следите за тем, чтобы диск возвращался от вас. Ни в коем случае не ставьте на болгарку диск по дереву. Не работайте инструментом в состоянии алгогольного, токсического или наркотического опьянения. Старайтесь всегда закреплять распиленную деталь. Ну, например, я закреплю куски. Либо просто в виде руками, если вы точите. Видите, как диск крутится? Вот меня. Единственное, что мне показалось, как я режу в дисках, потому что у меня не было удлинителя. В общем, если вы получили тенинговую запасность, то всегда соблюдайте тенинговую запасность с таким опасным инструментом, как болгарка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока!